Всем привет, дорогие друзья! С вами я, мистер Каслана, и я завещаю из глубин Квантового моря. Сегодняшний вид у нас родится Генос и Человек-паук в железном костюме, ну или же железный паук, как вы его все знаете. Ну что ж, сегодня уже не будем так долго затягивать, так что давайте начнем. И начнем с разбора Человека-паука. Сначала я расскажу... Не буду сразу говорить о железном костюме. Сначала я расскажу вам о том, что Человек-паук мог творить и без железного костюма. Ну, остановить автобус, это у него обычное дело. То же самое с вагоном поезда. Ну и также держать автобус вообще не напрягаясь. Ну, швырять танки, как игрушки, тоже для него не проблема. Да и так же, как их и ударами, в принципе, ломать. Ну и раненым, избивым и порванным костюме держать небоскреб, который весил несколько тысяч тонн. Это уже весомое достижение. Ну и держать двух мотоциклистов, это вообще топ достижения в плане его физической силы. Все остальные его физические показатели просто меркнут по сравнению с другими, что я показал. Ударами мог спокойно наносить удары Халку. И Халк говорил, что удары паука очень болезненны. Ну и сам паук, в принципе, спокойно избивал Халка. Халк на него даже, да, и рячет. Халк просто не может увидеть Человека-паука, потому что он слишком быстрый для восприятия. А Халк мог спокойно реагировать на ртуть и бегать по воде. А это уже достижение для паука, потому что Халк вообще по нему попасть ни разу не мог. Ну, так что вы сами понимаете, насколько паук быстрый. Ну, унижать людей Икс и играться с ними, это для него обычное дело. Ну, в принципе, мог держать хлопки Джаггернаута, также спокойно на нем висеть, избивать и тому подобное. Ну и, в принципе, его также унижать, как нихер делать. Так что, ну и одним ударом ваншотнуть Росомаху. Это вообще очень весомое достижение. Ну что ж, я рассказал вам, в принципе, про силы паука без железного костюма. А теперь я расскажу, что он мог в железном костюме. Ну, я просто скажу краткий пересказ. Ну, физическая сила, в принципе, у паука увеличилась в несколько раз. То есть, то, что он все показал, он может еще в разы лучше. Ну, я вроде в два раза или даже в три раза сильнее становится. Ну, по скорости он может теперь летать и намного быстрее передвигаться на своих таких конечностях. Получих. Ну, конечно, запас паутины тоже увеличен. Ну, и, в принципе, он может также, ну, как я сказал, летать, выпускать, также и стреляться тоже лучами. Как и железный человек и тому подобное. Также не будем забывать про паучий чутьёк, который у паука есть и тому подобное. Ну, короче, да. То есть, такой человек-паук только с технологиями Тони Старка. Ну, и плюс его костюм может... Хотя нет, в комиксах он не мог крикнуть. Так что это я говорить не буду. Ну, я думаю, вы примерно уже понимаете, на что будет способен паук. Да, и я думаю, вы без меня будете прекрасно знать, на что способен паук в железном костюме, кто фильмы смотрел. Так что рассказывать мне, конечно, тоже тут сильно нечего. Поэтому давайте перейдём к Геносу. Теперь Генос из аниме. Всё, что он там показал. Ну, в плане физической силы, в принципе, Генос показал, что он, в принципе, ударом может спокойно снести здание. Вообще на изи. Да, и, в принципе, когда он просто прыгает, под ним ломается асфальт и ломаются железобетонные стены. Ну, по физической силе, в принципе, ну, это всё, что я могу сказать. В плане прочности, ну, во-первых, у него пуленепробиваемая броня. И монстры, которые там могут здание сносить, в принципе, нормальный урон ему тоже нанести не могут. А плюс он ещё может от ровной конечности, ну, скреплять, если так получится. Но может и не скреплять, если не получится. Если они, конечно, не будут расплавлены или превращены в смятку. А если они просто будут отрезаны, то он сможет их скрестить. По интеллекту, в принципе, Генос, конечно, не такой умный, но... Да и сверхинтеллекта у него тоже не наблюдалось. Поэтому сказать, что он сверхумный, тоже нельзя. Но, в любом случае, он гениальный. Ну, не такой гениальный, но, короче, просто умный. Способности. Думал, по способностям, в принципе, это летать при помощи своих ускорителей и выпускать энергобласты. Ну, и есть у него клинки и клей от всяких там нехороших соников и тараканов. Ну, что ж. Ну, и последнее, это его самоуничтожение, которое он может юзнуть, если уж ситуация совсем будет безвыходной. Так что, ну, подумайте сами, что там может быть. Но, насколько силен взрыв, я не знаю. Но, вроде как, он должен быть где-то на уровне атомного взрыва. Ну, может, не на аутовом уровне атомного взрыва, но уж точно должен хотя бы сносить город или часть города. Так что, вот так. Ну, в плане скорости он гонялся за гиперзвуковым соником. Ну, это и без меня прекрасно знать. Кто смотрел аниме, знает. Ну, так же, допустим, мог... Ато, в принципе, мне уже рассказывать это нечего. Ну, и у него также есть датчики, которые могут, допустим, смотреть, где находится противник и подсчитывать, ну, что-то еще. Ну, в принципе, все. Про Геннесса мне тоже уже рассказывать и нечего. Так что, давайте перейдем к сравнению. Ну, что ж. В плане физической силы, все же, думаю, будет убедительный паук по прочности. Плюс-минус ничья. Но с небольшим перерезом у Геннесса за счет его... Ну, такого... То, что он может скреплять свои части. По интеллекту они примерно тоже равны. Ну, плюс-минус равны, но, думаю, тут небольшой перерез будет у Паркера за счет своего искусственного интеллекта внутри костюма. По способностям, конечно, у Человека-паука это вот получая способность плюс получище. Ну, и также навыки костюма. Ну, у Геннесса как-то они чуть-чуть более такие разрушительные и масштабные. Так что, думаю, тут можно засчитать плюс-минус Геннессу. По вооружению, ну, у Геннесса, в принципе, это его пушки. И клинки у Паука это его кулаки. И вот эти выдвижные щупальца, ну, или лапы Паука из костюма. Но тут можно, в принципе, засчитать, я думаю, Геннесса, потому что у него все же оружие более массивное. Это и поболее. Ну, и по скорости тут, наверное, будет все же убедительный Паук. Но Геннесс может летать, а Паук, ну, не может летать частично. Но, думаю, в любом случае тут преимущество должно быть примерно за Пауком, потому что он показал намного больше реакции, да и реачил на таких персонажей, которых Геннесс бы навряд ли бы потянул. Ну, и что ж, какой же вывод о сегодняшней битве? Ну, Геннесс, конечно, будет обстреливать Паука, но Паук будет спокойно от этих выстрелов уклоняться. И они, в принципе, перейдут в рукопашку, где у них будут примерно равные шансы. Ну, в принципе, конечно, в плане физической силы Паук намного будет превосходить Геннесса. Но Геннесс может, в принципе, за счет своих бластов и клинков навредить Пауку, потому что Паук не имеет такой суперпрочности, да, он может делать физические атаки, но от бластов, от пулей и тому подобное он уклоняется. И Геннесс, в принципе, сможет сломать костюм, но ему для этого понадобится много сил. Но Геннесс-то вполне это все сможет сделать, плюс еще финальная пушка, которая реально может снести гору, он тоже и вполне может Пауку сломать костюм. Поэтому, если даже Геннесс сломает Пауку костюм, то, в принципе, Паук может сражаться и без костюма, а своими силами. Так что, ну, так, по моему мнению, сегодня, конечно, как по мне, победит Паук, потому что он тупо больше показал, да, и даже без костюма он сможет победить Геннесса. Да, они, конечно, будут сражаться в рукопашном бою, но то, что показал Пау в комиксах, не стоит, это просто, ну, нечто. Как по мне, просто реально победит Паук, потому что Геннесс навряд ли попадет по Пауку. Да, если он и сломает костюм, то Паук спокойно сможет продолжить сражаться даже без костюма в своей базовой форме. Так что, как по мне, Геннесс, конечно, есть шанс победить Паука, но они не такие большие, как у Паука. По моему мнению, сегодня 70% шансом победит Паук, а 30% победит Геннесс. Но если брать Геннесса на пике из манги, где он голубой дракон, то, конечно же, он побеждает Паука, притом, фактически, наизе. Но, так как я беру сегодня из айме, то, по моему мнению, сегодня побеждает именно Человек-Паук. Если я чего-то не учел, можете писать в комментариях. А у меня сегодня все. Продолжение следует...